Во время оккупации Агдама армяне построили новую крепость в нуринных крепостях хана Панахали, которая была построена им в 1750 году на территории Шахбулага. Армяне нанесли ущерб ее исторической ценности, создав в крепости музей под названием Тигранакерт. В этом музее показывались данные археологических раскопок, проведенных на территории Шахбулага. А покидая Агдам армяне разграбили его, увезя с собой все экспонаты музея. До этого в музее происходила демонстрация экспонатов, относящихся к 11 и 12 векам и более раннему периоду истории. В этом можно убедиться и по бумажным указателям, так как только они и остались на территории музея, так как все остальное было вывезено в Армению. Место, которое армяне называют Тигранакерт, это руины древнего города на территории Шахбулага. Немного ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев на заседании Совета глав государства СНГ затронул тему последствий многолетнего армянского варварства на ранее оккупированных территориях. Сейчас, то есть города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть, и когда мы начали интересоваться, почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным таким ориентиром, привязкой к местности. В случае, если азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры, куда бить. Посетившие иностранные журналисты, бывший город Агдам то, что от него осталось, называют его Хиросимой Кавказ. Я считаю, что это хуже, чем Хиросима, потому что Хиросима – это трагедия, ядерный, атомный удар, но по ней не прошлись толпы вандалов и варваров. В нашем же случае город Агдам был разрушен после оккупации. Сознательно, целенаправленно, точно так же, как и город Физули. Когда мы его освободили, я приказал поднять азербайджанское знамя на одном из домов, мне сказали, что нет такого здания, ни одного здания в огромном городе, где жили тысячи, десятки тысяч людей. Все сровнено с землей. Это военное преступление не только города, села, все села сровнены с землей. Это ситуация, которую, наверное, мир не видел за последние даже столетия. То же самое город Джабраил, его тоже нет. В тех городах, где осуществлялись незаконные поселения, там кое-какие здания оставались, особенно в Кельбаджарском районе города Кельбаджар, но они были сожжены и разрушены армянскими представителями за тот 20-дневный или 15-дневный период, за который они должны были оттуда выйти с 10 ноября по 1 декабря. Так вот, они разрушали дома, те дома, которые они даже не построили. Они просто вселились в дома азербайджанцев, они их сжигали, они выносили все, они рубили деревья, и даже те деревья, которые не смогли увезти, чтобы продавать, они их просто там бросили на дороге, сжигали леса. Поэтому это вандализм, он, к сожалению, продолжался до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова